Никогда, в том числе и смертная казнь, не приводили к уменьшению преступности. Теперь у президента нет специальной комиссии по помилованию. Она начала свою деятельность и создала день рождения Сталина, а закончила в Рождество Христово. Некоторые помилованные подавали жалобы в Верховный суд на президента за то, что он их не так помиловал. Вы понимаете, что у меня по доверенности от президента я могу поддержать вашу жалобу, отменить указ. Но не факт, что после этого мы его не расстреляем, вашего подзащита. Сейчас, если речь идет о человеке, который находится в колонии или в тюрьме, то он, по сути, должен пройти пять стадий от момента написания опрошения о помиловании до того, как оно попадает на стол к президенту. Сейчас в России существует сразу несколько региональных комиссий, которые за все время своего существования не рекомендовали к помилованию ни одного человека. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. В начале января основатель частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил журналистам о помиловании первой группы участников спецоперации из числа завербованных ранее в российских колониях заключенных. Они где завершили полугодовую службу, отдали все долги родине и теперь чисты перед законом и людьми. Но кто и как их помиловал? По закону сделать это может только президент страны. А соответствующие указы, как правило, публикуют на сайте Кремля. Мы их там не увидели. Но справедливости ради нужно сказать, что в открытом доступе нет и указа о помиловании американской баскетболистки Бритни Грайнер, которую в середине декабря прошлого года обменяли на торговца оружием Виктора Бута. Хотя пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, прежде чем обменять, Грайнер помиловали. И, кстати говоря, в последние 10 лет президентства Владимира Путина он миловал даже не десятки, а единицы осужденных. А в 2007 году вообще не подписал ни одного указа о помиловании. Но так было не всегда. Например, в 2000 году, вступив в должность президента России, Владимир Путин помиловал 12 836 человек. А уже на следующий год подписал только 27 соответствующих указов. Что же произошло? Но тут нужно сказать, что больше тысячи человек ежегодно миловали и при Борисе Ельцине. При нем с 1991 года существовала специальная комиссия по помилованию, в которую входили не только юристы, но и деятели литературы, искусства. И возглавлял эту комиссию писатель Анатолий Приставкин. Комиссия просуществовала 10 лет. И за это время, по ее рекомендации, президент помиловал почти 70 тысяч осужденных. Из них больше 12 тысяч, почти 13 из тех, кто был приговорен к смертной казни. В 2001 году Владимир Путин решил реформировать весь институт помилования. Эту комиссию Приставкина распустили. Отместо нее в каждом из российских регионов создали по собственной комиссии по помилованию. О том, как была устроена процедура помилования при Борисе Ельцине, и что изменилось при Владимире Путине, мы попросили рассказать адвоката Игоря Безрукова. Он был членом комиссии Приставкина по помилованию со дня ее основания в 1991 году. Мне позвонил Сергей Адамович Ковалев, который стоял, в общем-то, у истоков вообще этой комиссии. Он возглавлял еще и комитет по правам человека Верховного Совета Российской Федерации. А я, естественно, с удовольствием согласился, учитывая наши отношения к помилованию и свою позицию по некоторым вопросам спорным, в том числе по отношению к смертной казни, я согласился, и поэтому он меня представил Приставкину, Анатолию Игнатьевичу. И так я оказался в числе, на мой взгляд, очень замечательных людей, коллег, с которыми мне посчастливилось вместе достаточно много лет до ликвидации работать в этой комиссии. Комиссия появилась в то время, когда в России еще не была отменена смертная казнь. В тех условиях, как часто комиссии приходилось разбирать прошения от людей, приговоренных к смертной казни? Эта особая папка была зеленого цвета именно по вопросу помилования лиц, приговоренных к смертной казни. По действующему законодательству и ранее принятому существовало правило, что вопрос о помиловании лиц, осужденных к смертной казни, не рассматривалось независимо от прошения, ходатайства самого осужденного. В общем-то, стреляли тогда довольно-таки часто в метле исполнения этих приговоров. Лично моей позиции это противоречило жизненной. Ну и много, не сказать, что большинство членов комиссии, все-таки были тоже противниками смертной казни. И поэтому дела рассматривались максимально благожелательно по отношению к осужденным. Ну и с учетом того, что еще отмены смертной казни у нас как таковой не было. И Конституция 93-го года еще в силу не вступила, но где тоже провозглашалась постепенная отмена смертной казни, но на основании определенных условий. Игорь Александрович, а как вообще проходили эти заседания по вторникам? Как шли обсуждения? Что вы учитывали при принятии решения? На какие характеристики тех, кто просил о помиловании, вы обращали внимание? Материал, который готовился к каждой неделе заседания, был большой. Это вызывало вопросы, как-то так комиссия успевает рассмотреть за одно заседание более ста дел. Дело в том, что после очередного заседания члены комиссии получали папки всех ходатайств о помиловании, которые подлежат рассмотрению в следующий вторник. И это было домашнее задание. В папках содержалась информация, во-первых, о поданном ходатайстве, во-вторых, о судебных актах, которые приняты, о сроках, которые отбыло лицо, характеристики и заключения с места отбывания наказания. Как правило, почти по всем материалам, по всем ходатайствам о помиловании администрация, место лишения свободы давала положительную рекомендацию и такие ходатайства поддерживают. Кроме того, было общее правило такое. Не выносились на заседание комиссии материалы в отношении лиц, которые не отбыли половину назначенного наказания. Ну, естественно, исключения из правил были. В чём прелесть этой комиссии и в чём её жизненность была, на тот взгляд, что комиссия ни в коем случае не могла оценивать законность приговоров. Правильно осудили, неправильно осудили, что бы ни писали осуждённые в своих прошениях. Были попытки, ну, иногда, ой, за что это дали человеку такой большой срок, так за такое, казалось бы, малозначительное преступление. Ну, это снималось с рассматриваемого заседания. И ещё что необходимо учесть, что комиссия по помилованию была создана по инициативе президента. А президент, он же принимает решение. И он мог не создавать никакой комиссии. Благо, в администрации существовало целое управление по вопросам помилованию, состоящих исключительно из порядочных, приличных специалистов, которые эти вопросы знали и подходили соответствующим образом. Но президент решил собрать людей, которым он доверяет, которые бы давали рекомендации ему по вопросам помилования. Он мог не соглашаться с этим, чего практически не было, за исключением нескольких серьёзных случаев. Иногда возникали действительно настолько интересные ситуации, что даже Анатолий Игнатьевич Приставкин, председатель комиссии, ещё член комиссии, как я помню, поручали кому-то или сами выезжали для встречи с осуждённым. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарёва, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведём я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с адвокатом Игорем Безруковым о том, как в России миловали при Борисе Ельцине и что изменилось при Владимире Путине. Насколько я помню, вашу комиссию по помилованию упрекали в том, что вы фактически собой подменили институт условно-досрочного освобождения. То есть вы миловали такое количество людей, которые вообще-то должны были подавать ходатайство об УДО, и пусть бы суды решали эти вопросы. Как бы вы ответили на такие упрёки? Отлично. Дело в том, что это были не упрёки, а это было мнение членов комиссии, в том числе вашего покорного слуги, а также ещё членов комиссии, которые работали непосредственно в Верховном суде. И мы, как юристы, возмутились, чем комиссия занимается, почему нам поступают ходатайство лиц, которые положительно характеризуются. Их поддерживает администрация. Они ведут довольно-таки положительные активные деятельности в местах лишения свободы, вплоть до того, что пресекали массовые беспорядки, отбыли более срока, который положен по Уголовному кодексу для того, чтобы подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Они все проходят по помилованию. И у нас были встречи с председателем Верховного суда, с его заместителями, с работниками прокуратуры. И мы этот вопрос обсуждали, что нужно, в общем-то, от этого правила отказываться, чтобы институт условно-досрочного освобождения реально работал. И как? Почему так происходило? Что вам объясняли? Почему вам-то отправляли эти ходатайства? Почему УДО не работало? И чем это все закончилось? Осужденный, он, конечно, сам выбирает. Писать ему в суд или писать ему на помилование. На местах администрация не очень охотно, стараясь не загружать в кавычках суды, не очень-то любила всегда вот эту процедуру подачи материала в дело на условно-досрочное освобождение. Со своей стороны, я как адвокат подозреваю, что именно вот там, чтобы подать в суд, уже в то время, это 90-е годы, не имело место коррумпирующая составляющая. А помилование он подал, и его нельзя не отправить в Москву, в Кремль. Вы сказали, что были серьезные случаи, серьезные дела, с которыми президент не соглашался с какими-то вашими рекомендациями. Кого миловать, кого не миловать. Вы можете припомнить такой случай? Да, конечно. Тогда президент по каким-то преступлениям, особенно по связанным со смертной казнью, он не соглашался. И однажды произошла такая история. Именно это был всплеск тяжких преступлений, по которым были постановлены смертные приговоры. Сначала все шло по ниспадающей, все больше и больше принимали решение о помиловании. Комиссия рекомендовала помиловать. Президент соглашался. Лица сужденных смертной казни. И вдруг? Нет. Президент возвращает в комиссию весь материал. Мы пожали плечами, посмотрели, что не так. Опять возвращаем президенту. Да нет, можно помиловать, заменить кому на пожизненно, кому на 25 лет лишения свободы. Опять президенту этот день нравится. Приходит глава администрации президента, Сергей Филатов тогда был. Говорит, ну что вы упрямитесь, вот президент ни в какую говорит, надо вот отклонить ходатайство о помиловании. Пришлось обратить внимание, глава администрации, ну хочет отклонить, пусть и отклоняет. То есть настолько уже сложилось отношение, что мы какой-то орган, который вот нельзя ничего нарушить, президент сам не отклоняет, а требует, чтобы мы приняли решение отклонить ходатайство о помиловании. Вот тут произошел небольшой конфликт. Мы настояли на том, что все-таки мы же все-таки рекомендательный орган, совещательный. Не хочет миловать, пусть не милует. Ну, в итоге так и получилось, что после того, как комиссия отказалась пересматривать свое решение, приговоры в отношении тех осужденных были приведены в исполнение. Скажите, пожалуйста, сколько в среднем за год комиссия рассматривала прошения? Потому что я видела цифры там и 13 тысяч, и 12 тысяч. Вы действительно в таком количестве миловали, вернее, рекомендовали миловать людей? Ну, мы же не всех рекомендовали миловать, естественно, из этой папки отклонить ходатайство. Решение комиссии выносило, и это было тоже не один, не два человека. И не всех освобождали. Кому-то там, допустим, срок наказания был назначен 12 лет, человек год был 9 лет, преступление тяжкое, особо тяжкое. Осужденный просит его помиловать, но комиссия считала, что нет, вот на годик снизить наказание, вот в порядке такого помилования, поощрения за все хорошее можно. Поэтому человеку вместо 12 лет указом снижалось до 11 лет лишения свободы, ему еще оставалось сидеть два года. либо просто было отклонить, отклонить, отклонить. Ну, довольно-таки большой массив, кого отклоняли. Члены комиссии все изучали дела, и приходили все подготовленные. Кто-то задавал вопросы, кто-то выступал, после чего происходило голосование. Обязательно по каждому вопросу, и в большинстве голосов рекомендация давалась. То есть те, которые комиссия полагала отклонить, естественно, президенту даже не доводились. Те, кого рекомендовали помиловать, либо снизить наказание, вот это и шло в виде уже проектов указа президента. Ну и, насколько я понимаю, примерно точно так же обстояли дела с помилованием людей, приговоренных к высшей мере наказания. То есть это не значит, что их освобождали и могли заменить расстрел на пожизненное лишение свободы, например. Или 25 лет, или даже там 15 было, в зависимости от того, когда было совершено преступление, преступление, человек осужден. Некоторые помилованные подавали жалобы в Верховный суд на президента за то, что он их не так помиловал. Допустим, дал 25 лет, а они считали, что нужно 15. Или вообще выжаловали помилование. Не хочу, пусть меня расстреляют. Я был представителем по всем делам президента Верховного суде вот по этой категории. И много было таких дел? Около десятка. Было интересное дело, как сейчас помню, осужденный. Более того, и адвокат у него участвовал. Просил отменить указ о помиловании, потому что в порядке помилования ему заменено наказание даже не на пожизненное, а на 25 лет. Но он считает, что ему должно быть максимум назначено 15 лет. И вот ситуация была до того, ну, нелепой, что я говорю, вы понимаете, что у меня по доверенности от президента, я могу поддержать вашу жалобу, отменить указ. Но не факт, что после этого мы его не расстреляем, вашего подзащита. Ах, не хочешь 25, ну что, расстрелять. Ну, это же право президента отказать в помиловании вообще. То есть вот даже такие казусы были в этом очень интересные. Верховный суд отклонил все такие жалобы, потому что право помилования это безусловное право главы государства, и, естественно, никто не может на себя принять решение о том, чтобы отменить этот указ, тем более, что указать, что он не так помиловал. А вы помните, как изменилась работа комиссии и взаимоотношения членов комиссии с президентом после того, как президенты в России поменялись, после ухода Бориса Ельцина и прихода Владимира Путина? Сначала все шло, как всегда, нормально. Полностью были помилованы все осужденные к смертной казни. Это уже для нас вступило в силу положение Европейской конвенции, соответствующий протокол к нему. Комиссия выполнила всю работу по замене смертной казни на лишение свободы. Пожизненная, непожизненная, там уже в соответствии с законом. Был вопрос закрыт. Комиссия перешла к обычной работе над ходатайством и опомилованием обычных граждан, не осужденных к исключительной мере наказания. Никаких рекомендаций, никто ничего не делал о том, что нужно теперь переизменить свою точку зрения, потому что все-таки было понятие того, что комиссия – это совещательный орган, рекомендательный орган. Но здесь начались возвращения решений комиссии рекомендации о помиловании и отказы. Что-то не так. Во-первых, папки стали тоньше. Ну, с одной стороны, потому что вот это условно-досрочное освобождение уже работа проводилась на местах. Во-вторых, управление по вопросам помилования при президенте получило указание, в какие категории дел нам предоставлять. И худо или бедно, комиссия работала, решение принимала. Часть этих рекомендаций удовлетворялась, с ними президент соглашался, только в меньшем количестве, пока не наступил вот тот самый последний год работы нашей комиссии. И 7 января, это мнение изменяет память, 2002 года, деятельность комиссии была прекращена. Очень интересно, она начала свою деятельность и создала день рождения Сталина, а закончила в Рождество Христово. Игорь Александрович, а с вашей точки зрения, что пошло не так после того, как изменился президент? Почему Владимир Путин стал чаще отказывать в помиловании, несмотря на то, что комиссия принимала такие решения? И почему, с вашей точки зрения, в итоге было принято решение о ее ликвидации? А все зависит от человека. Перед этим еще началась какая-то шумиха вокруг комиссии по помилованию, вплоть до обвинения ее во взятках, наживе на этом, что чего в принципе не могло быть, даже если бы это каким-то образом хотелось, потому что это надо не знать организацию работы по помилованию, как принимаются решения. Был вот этот вот абсурдный ажиотаж вокруг комиссии, ну и включая то, что милует всех подряд, что это такое, что получается уже похоже по количеству сомнистиями. Ну и соответственно, одно дело, когда президентом стоит гуманитарий, человек с одним складом ума и другое дело, когда там и Верховный суд, и генпрокурор, они чаще, если их мнение требовалось, они чаще были против любого помилования, даже вот и смотреть не будем. Началась такая вот ситуация, которая в последующем привела к ликвидации вот такой системы помилования, которая существовала, и передача, рассмотрение этого вопроса на места. Ну я тогда в каком-то интервью прямо сказал, что это произошла приватизация института помилования, может быть не очень точно, как время показалось, но то, что фактически, вот я просмотрел перед нашим интервью статистику, четыре помилования в год, и то, если это связано как-то с политикой, нужно обменять осужденных, либо пойти на встречу какой-то стране, либо там на что-то еще, ну понятно, что это помилование сведено к нулю, потому что это уже совершенно другие вопросы. Если верить цифрам, то получается, что в советские времена миловали чаще и больше людей, чем за время двух президентов после Бориса Ельцина. Как так вышло? Совершенно точно. Опять парадокс, тем более, что миловала и каждая из республик Советского Союза, и плюс президиум Верховного Совета СССР тоже миловала, потому что в нем была комиссия. Просто то, что когда это делается в рамках страны, в рамках определенной политики, в том числе уголовно-правовой, то создание атмосферы определенной отношения людей, в том числе к преступлениям, к преступникам, все это в свое время также было государственной политикой. И более того, была прекрасная наука, которая умерщлена фактически, ее нет сейчас, это криминология. Потому что сколько бы мы сейчас не слышали о том, что надо наказывать, нечего их миловать, надо усиливать, никогда, в том числе и смертная казнь, не приводили к уменьшению преступности. Потому что всегда главная неотвратимость наказания, а не его строгости. Отсюда было помилование, как единичные случаи, и отсюда все-таки даже довольно чаще были акты амнистии. Лишать надежды человека нельзя. Он должен, значит, он может вернуться, он может пересмотреть свои взгляды, он может встать на нормальную жизнь. Сейчас об этом никто уже не думает. И отсюда цвет вопрос на то, что нужно ли нам помилование, нужно ли нам амнистия. И никто не слушает ни ученых, ни людей, которые в этой сфере работают. С другой стороны, о помиловании сейчас заговорили в связи с вербовкой заключенных для участия в частных военных кампаниях и спецоперации на территории Украины. Самые невероятные ходят разговоры о том, что существуют какие-то тайные, секретные указы о помиловании и прочем. С вашей точки зрения, это реально? Это вообще возможно? Помилование может быть сделано за то, что осужденный что-то сделал. Вот я вам случайно привел пример о том, что некоторые осужденные принимали участие в предотвращении массовых выступлений либо в предотвращении каких-то стихийных бедствий. То есть помилование не может быть сделано до того, как. То есть давайте мы помилуем этого человека для того, что он пойдет туда-то, сделает то-то, поедет на фронт или прочее. Поэтому если что-то принимается решение какое-то об освобождении от наказания либо еще о чем-то до того, как, это не помилование. Помилование это индивидуально. Это конкретно Иванову снизить на год, Петрова освободить, Сидорову отказать. Указ в отношении каждого человека идет отдельно. Это, кстати, по ныне действующим тоже правилам. Поэтому тайное не тайное, но с точки зрения, если принимаются какие-то массовые эти указы, то, естественно, если будет время или у кого-то или что-то, или обстановка, то все это может проверяться с точки зрения законности, потому что помилование как амнистия, как отбытие срока, оно влечет определенные правовые последствия. Ну уж по воровским правилам помилованное лицо никогда не может быть вором в законе и быть авторитетом в уголовном мире. На ваш взгляд, на такую страну, как Россия, при условии, что, например, хорошо работает институт условно-досрочного освобождения, по-хорошему, сколько было бы нормальным, если президент подписывал указов о помиловании в год? Даже затрудняюсь, потому что здесь первый вопрос будет зависим с того, сколько ходатайств о помиловании может быть подано людей, и, соответственно, какой процент и за какие категории преступлений. Поэтому здесь действительно это индивидуальность. Вспомним и царскую Россию, когда миловали и декабристов сразу же после приговора даже. И Советский Союз оптимальны его варианты. Ну, понятно, что именно помилование, если амнистии, понятно, это тысячи, то помилование это не одна сотня. Это как минимум, но может быть и все же пара-тройка тысяч в рамках страны такой, как Россия. Это был адвокат Игорь Безруков, член комиссии по помилованию при президенте России с 1991 по 2001 годы. Теперь у президента нет специальной комиссии по помилованию. Сейчас структура помилования выглядит следующим образом. Если речь идет о человеке, который находится в колонии или в тюрьме, то он, по сути, должен пройти пять стадий от момента написания прошения о помиловании до того, как оно попадает на стол к президенту. По действующей процедуре сначала осужденный должен написать прошение о помиловании и передать его в администрацию колонии, где он находится. Оттуда колония, администрация колонии передает эту бумагу в прокуратуру. Прокуратура передает ее в региональную комиссию по помилованию. Региональная комиссия, в свою очередь, передает прошение главе региона, в котором она находится. От него оно попадает в администрацию президента и только потом доходит до Владимира Путина. Да, но в таком случае до Владимира Путина доходит отнюдь не каждое прошение, а только то, которое вот эта региональная комиссия перешлёт дальше губернатору, например. Ну, то есть, когда она решит, что да, действительно, человеку можно помиловать. И сейчас в России существует сразу несколько региональных комиссий, которые за всё время своего существования не рекомендовали к помилованию ни одного человека, если верить журналистам, исследовавшим эту тему. И если возвращаться к теме помилования заключённых, завербованных ЧВК Вагнера на войну, то, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление Пригожина о том, что часть заключённых была помилована, он ответил довольно расплывчато, я цитирую, «Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом», сказал Песков. Точка. То есть непонятно, было ли это в случае с бывшими заключёнными, и проходили ли они все вот эти пять ступеней, о которых Наташа рассказывала. Но, с другой стороны, с точки зрения Конституции Российской Федерации, для того, чтобы помиловать человека, Владимиру Путину нужно только его собственное желание, но не только Путину, а вообще, в принципе, президенту России. Такое право ему даёт 89-я статья Конституции Российской Федерации, в которой так и написано. «Президент Российской Федерации осуществляет помилование». Но нигде, ни в Конституции, ни в других законах Российской Федерации не написано, должен ли указ о помиловании быть публичным, или он может быть секретным. Потому что как раз версия о том, что Путин подписал какие-то секретные указы о помиловании заключённых, завербованных в частные военные компании, встречались. В том числе такое предположение делала Ева Меркачёва, одна из членов Президентского Совета по правам человека. Ну да, о том, что указы о помиловании могут быть не публичными и засекреченными, писали, в частности, юристы из правозащитного проекта «Первый отдел». Они приводили документы ещё в 2018 году, если я не ошибаюсь, где они запрашивали у правоохранительных органов какую-то информацию о помиловании тех или иных людей, на что получали ответ о том, что эти документы засекречены. Многие юристы считают это довольно странным, потому что приговоры, которыми людям назначаются те или иные наказания, это публичные акты. То есть все знают, что тот или иной человек был осуждён. Может быть, не знаем подробности, если речь идёт, например, о делах о государственной тайне. Но, тем не менее, а вот о том, что этого человека помиловали, почему-то молчат. И это вызывает, конечно, очень много вопросов и, с моей точки зрения, подрывает уважение к президенту и доверие к его решениям, связанным в том числе с помилованием. Возможно, ещё просто не пришло время, и в какой-то момент указы о помиловании, подписанные президентом, будут опубликованы. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Субтитры создавал DimaTorzok